так и сама молочка вредна спрашивают а это надо смотреть для кого контекст молочка вредна ну кому молочка вредна если у вас например проблема с лактазой то есть ферментом который занимается расщеплением лактозы молочного сахара тогда будет проблема с молочкой весь фермента недостаток тогда у вас он будет плохо перевариваться вызывать у вас диарею вздутия дисбактериоз потому что будете не выпотреблять эту лактозу а всякие бактерии грибы и так далее они будут давать вот эти вот дискомфорты и симптомы малдегестии или как она диспепсия кишечная парус вот больше такой что еще в молочке у нас есть казеин он высокоаллергенный белок в принципе он достаточно аллергенный ну аллергеннее него можно только сравнить с глютеном глиадином казеин тоже достаточно аллергенный трудный для переваривания поэтому если у вас больной кишечник вы на больной воспаленный кишечник начинаете есть больше молочки проблемы будут но виноват это не молочка а виновата что что вы начали есть на воспаленный кишечник больше продуктов которые трудные для переваривания которые чтобы переваривать нужно и быть кишечнику в самой лучшей форме то что если кишечник тонкий воспален значит недостаток фермента лактазы будет обязательно кишечные ворсинки будут угнетены они будут сглажены будет недостаток фермента но что еще для этого даже не над генетики произошел у вас гастроэнтерит например какой инфекцию поймали да или там энтероколит отравились например что еще может сами произойти нот пищевая токсика инфекция то есть пищевое отравление то есть беляш какой-нибудь или отстойный там в какой забегаловки или еще что-то того вас прополоскала с обоих концов и вы поет после этого несколько дней у вас еще будет недель даже может быть воспаленный кишечник вы начнете на это дело есть больше сметаны больше сыра молоко еще сырое начнете пить нет никакой гарантии что вот этого будет хорошо вам будет скорее всего хуже потому что я повторяюсь вы на воспаленный кишечник после инфекции кладете трудно перевариваемые компоненты увеличивая тем самым воспаление увеличивая тем самым расстройство микрофлоры увеличивая тем самым кишечную диспепсию и увеличивая тем самым что вероятность что у вас разобьется аллергия на козе и будете потом бегать с этим с этими проблемами не знать что делать а все очень просто то что дело все в профилактике и как профилактировать вот эти пищевые аллергии связанные с иммуноглобульном е есть видео для спонсоров второго уровня поэтому если есть у вас возможность и желание силы энергии поддержать канал то подержите и посмотрите но я вам сейчас базовый уже сказал то есть вы спрашивали молочка вредна она вредна если вы не в лучшей форме вот и все ну и с возрастом конечно постепенно постепенно теряется способность почему-то есть люди у которых такая генетика что с возрастом они теряют способность переваривать вот эту молочку и она опять вызывает больше проблем чем радость вот чем проблема то есть проблема не в молочке а в организме который мы смотрим вы кончайте вообще это забаву такую вот молочка вредна углеводы вредны что там пшеница вредна или кто там еще мясо вредно овощи вредны клетчатка вредна заканчивайте эту канитель смотрите на организм задавайте вопрос так что не так с моим организмом что он вот это не переносит окей тогда это обращает ваше внимание на себя они на какую-то там молочку которая спокойно лежит себе на полке и не вызывает проблему остальных людей но для вас она почему-то вредна задавайте вопрос почему это происходит в моем организме окей вот это будет дело вот это вас направит в нужное русло вы будете разбираться с тем что происходит у вас либо у вас будет что генетический момент то есть вам просто противопоказано по всем построению вашего кода жизненного вам противопоказано молочка да это врожденная непереносимость лактозы врожденная недостаток лактазы фермент как с глютеном врожденная непереносимость глютена глиадина целиакия называется тогда все вообще без вариантов для вас вы узнали что с вашим организмом не так оно вредно либо это будет вторичные функциональные проблемы то есть из-за чего то вы перестали нормально переносить молочку и она стала усваиваться не вами а бактериями и бактерии ферментирует ее дают вам вздутие и на молочке еще плодятся все остальные всякие гады патогены грибы и кто хотите вот ставьте вопрос не почему это вредно а что с моим организмом не так что я не могу это переносить я уж не знаю как об этом кричать потому что иначе все эти вопросы они ни о чем ни к чему ни зачем и никакого эффекта не дадут хоть за отвечайся я понимаю что люди будут постоянно их задавать и пока они их задают не с чем заняться да у меня есть так скажем работая я могу это как-то использовать эксперт и экспертизу на этом строить и зарабатывать на этом и так далее и содержать свою жизнь и так далее да но если вы хотите реальных результатов для себя меняйте парадигму мышления ставьте вопрос что не так с моим телом что она не усваивает это этот продукт питания вегетарианцы демонизирует мясо им надо задать вопрос а что не так с моим телом что я не перевариваю мясо хорошо да китозники некоторые и мясоеды свихнулись и демонизирует углеводы типа углеводы сами по себе зло демонизирует что там они демонизирует какую-то же клетчатку демонизирует овощи демонизирует что они сами по себе зло им надо задать вопрос а что не так моем организме что я не могу нормально переваривать углеводы они выносят мозг что не так в организме что даже небольшое количество клетчатки всем не ломает портит стул и так далее что со мной что с моим организмом и тогда направили внимание начали диагностику начали лечение все вылечились и перестали задавать вот такие вопросы вот такой вам ответ пожалуйста используйте